Сейчас я побегу, и этого придурка... С... Вот вы думаете, я удивлён? Вот... Парни, 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 только не умрите, только не умрите! Почему моя жопа взрывается с такими же звуками прямо сейчас? Доброго вторника, дамы и господа, снова серия выходит не четверг, опять же расписание сдвинуто, и я решил начать его с такой достаточно интересной нотки, Как видите, сейчас у меня потушено более 300 пожаров, и обратите внимание, верхний правый угол Да, в общем, выбрал я, возможно, не самый лучший путь Но, тем не менее, этот час я провёл, я даже готов сказать, с пользой, потому что на миссии Firefighter я потушил аж целых 300 плюс пожаров и заработал 520 тысяч долларов Этого мне вполне хватит на покупку здания Rockstar, но в сегодняшней серии я покупаю среди недвижек Клуб Малибу По-моему, это последняя именно основная недвижка, которую я не купил Итак, Малибу теперь моя, благодаря миссиям я потом отобью часть стоимости, поэтому не переживайте, что сейчас 436 тысяч, и мне надо сохраниться, потому что сейчас я по этому поводу сильно переживаю Друзья, надеюсь, вы ждали новую серию GTA Vice City VHS Edition, не забывайте про пальцы вверх, всем спасибо за поддержку, подписывайтесь на канал, если вот впервые видеоролики выходят ежедневно, Ну и комментарии любые приветствуются, да? В особенности о новом контенте в данной модификации, который, возможно, я мог пропустить Друзья, хочу занять несколько секунд вашего времени, чтобы рассказать о канале Юнио Продакшн Команда профессионально занимается игровым контентом Среди рубрик числятся обзоры на новинки игровой индустрии, классические проекты, компьютерную и мобильную периферию Сам давно слежу за их каналом, и качество роликов улучшается с каждым новым выпуском От себя лично посоветую посмотреть обзоры на игры для PlayStation 5, поверьте, вы останетесь довольны Ссылка на их канал будет в описании к ролику, переходите и смотрите качественные обзоры Итак, дополняю комментарии к предыдущей серии прохождения Спасибо за то, что еще раз написали способ прохождения третьей миссии в киностудии, я о нем помню, но почему-то проще мне всегда было проходить именно через сам отель Во-вторых, я сегодня вроде как обнаружил транспортное средство около свалки, которое дается за испытания на многоэтажной стоянке Но, перед тем, как мы приступим к клубу Малибу, я предлагаю пройти вот эту миссию по названию PCJ Playground Как мне написали в комментариях, даже за эту миссию дают какой-то бонус То есть, либо халявный транспорт, либо там одежда, в общем, сейчас мы это дело посмотрим, проверим Ну, надеюсь, я не забыл, как это делается, поэтому... О, подожди, а в этой миссии разве всегда давали 2,5 минуты? У меня есть такое микроощущение, что на этой миссии раньше давали 2 минуты А если автор мода это дело немного упростил, тогда окей, хотя это довольно странно А грузовики здесь остались на том же самом месте, ну да, это, в принципе, логично, их, наверное, тут хрен уберешь Ну так вот, да, друзья, поэтому сегодня мы попроходим клуб Малибу Там же будет финал заданий на мистера Блэка, поэтому серия контента мы обеспечены Надеюсь, там что-то интересное будет И самое главное, после выполнения заданий на Филла Кэссиди, мне писали, что там будет доступно дополнительное эксклюзивное вооружение На которое, конечно же, я также посмотрю И слушай, я более чем уверен, что времени здесь гораздо больше, чем было в оригинале Поскольку обычно, когда я доезжал до 23 и 24 отметки, вот тут они, кстати, находятся, держу в курсе Ау! Я просто к чему? Дополнительные челленджи в миссиях, усиленная полиция Мне кажется, что в данном случае увеличение длительности таймера, это очень и очень странно Но, тем не менее, задание пройдено Итак, даю тысячу, награды 2 минуты 3 секунды И что по поводу... Ага, PCG39CC мини-мота Можно приобрести за убежищем Кэма Джонса Там, кстати, можно бахнуть рюмочку за барной стойкой И Томми, опять же, получит эффект опьянения Но мы это дело уже с вами тестировали Хотя, возможно, там что-то другое, я не прав Так вот, друзья, первая миссия это освобождение Кэма Джонса Сразу же после его освобождения мы проверим вот этот байк Так вот, еще одно дополнение к предыдущей серии Почему-то немногих смутило то, что игра отняла у меня оружие в аэропорту То есть, многие не понимали, типа, а в чем же прикол? Так, прикол в том, что все оружие, которое было именно добавлено со сборкой ВХС А его у меня больше нет И прикол в том, что мне писали А может быть, оружие, которое ты покупал в эмунации, не пропадает? Так, народ, Крюгер, я не покупал в эмунации Аналогично, как и вот эту снайперку Зачем мне их покупать? Зачем мне просто тратить на это деньги? Логично? Ну, наверное, логично Вот почему меня это смутило по полной программе в прошлый раз То есть, да, именно все, DL-свишное оружие тебя выпиливают, ну, совсем, видимо Итак, ладно Ну, освобождение Кэма Джонса Ну, знаете, тут такая посредственная миссия Здесь самое главное, чтобы Кэма просто не убили Хотя, с учетом того, какая здесь бешеная полиция Это будет сейчас очень сложно К моменту, когда нужно будет тестировать НЛО Я тщательно подготовлюсь Как раз нужно будет выполнить миссии на Филе Кэссиди И как раз нужно будет запастись хорошим вооружением Поскольку, да, пишут, вооружение понадобится очень много Ладно, Кэм, сейчас самое главное не тупи Молод... Слушай, а он молодец, кстати Он не тупит Давай, братан Вообще, в этом моменте можно было добраться до особняка Версетти И воспользоваться Мэвериком Ну, чтобы уж наверняка Как меня могло занести после такого столкновения с обычным байком? Ладно, ладно Может быть, я выпендриваюсь Но, тем не менее, у меня горит жопа Знаете, я на прошлой неделе играл в GTA 3 Хорошо, что я не связывался вот с таким... Да, с такой полицией Да, спасибо О, погоди А в этом же месте, по-моему, стоит триггер Когда полицейские... Ха-ха-ха Кретиноиды! Когда полицейский... Да, он с крыши падает Забавная хрень С Кэмом Джонсом покончено Теперь, давайте заглянем за его убежище Там должен быть тот самый халявный мотоцикл Кстати, интересный вопрос А если, допустим, проходить какие-то радиоуправляемые ивенты То... Будет что-то? А, вон он стоит Надеюсь, что да Если что, напишите в комментариях Я это дело включу в финальную серию Ха-ха-ха О, господи Это такой миниатюрный бай... О, господи Народ Это... Вот это просто потрясающе Только единственное Эту штуку очень сильно... Жесть Как же ее носит Мало того, что Томми Версетти встает на козла Да... Я понял Мало того, что Томми Версетти встает на козла Когда садится на этот мотоцикл Его еще и носят Из стороны в сторону Если вы думаете, что это у меня там Пальцы самопроизвольно нажимают влево-вправо То вы не правы Чего вы там за мной увязались? Отстаньте Я даже никого не сбивал Итак Следующая миссия Наверное Самая в кавычках интересная В сюжетке ГТА Вайсити Это... Стрелок Да Где мы нанимаем Фила Кэссери Хорошо, что, кстати, в этой миссии Автор не накрутил побольше счета Хотя я не знаю, на самом деле Возможно это или нет Но смотри, 61 норма Кстати, у меня всегда был вполне резонный вопрос Как вы считаете? А если, допустим, первое стрельбище вообще пропустить То можно ли в теории Пройти задание Используя только второй и третий полигон? Я думаю, что, в принципе, да Потому что я примерно половину только что взял С этого сегмента И это довольно круто Отлично А теперь у меня появился еще такой вопрос Подожди Учитывая, что здесь еще можно проходить Именно вот это вот стрельбище, да Мне интересно, это даст доступ Какому-то новому виду вооружения или нет Но, тем не менее Кстати, вам тоже кажется странным Что пятый звонок от мистера Блэка Томми получает только после того Как нанимает в свою бригаду Фила Кэссери Ну да ладно Итак Значит, дополнение к предыдущей серии Я вам говорил о том, что если пройти испытания На многоэтажной стоянке То на свалке можно получить новое транспортное средство Оказывается, оно доступно вот здесь И выглядит оно просто потрясающе Давайте сверимся с названием, что это точно оно Да, Панто Я вспомнил, да-да-да Это точно оно Ну, короче Есть вот такая штука Называется Панто Довольно Маленький такой Компактный автомобиль В котором можно, видимо, просто погонять Да, на больше он не способен Хотя, кто его знает Потом мне еще напишут Что на самом деле он Изрыгивает нитро на Не знаю, там правую кнопку мыши какую-нибудь Зачем этот Панто Ставить в такой угол Если можно было просто на свалку поставить Ну ладно, это, естественно, я не докапываюсь Это так, чисто вопрос на любителя Ну и, во-вторых, я уже озвучил Да, можно ли на этом транспортном средстве что-то делать Может, это какая-то отсылка Или еще кого-то, что-то Ну, типа, с испытанием на многоэтажной стоянке Не знаю Ну да и ладно Короче, друзья Вот такие дела То есть, теперь вы знаете про вот эту штуку И, наверное, даже сегодня я проверю Вот эти радиоуправляемые ивенты Может, я действительно что-то пропустил А вот теперь идет уже ваша любимая миссия Под названием Драйвер Итак, я надеюсь, что автор мода здесь не накрутил дополнительных звезд Поскольку полиция здесь и так сумасшедшая И самое забавное то, что Хиллари-то ничего не будет Да, за ним-то никто не гоняется А вот мне придется не сладко, скорее всего Итак, сколько? Две звезды? Ну, слушайте, на самом деле даже две звезды В Айс Сити это очень много Хиллари, ты можешь маленько подвинуться Ни хрена себе А почему меня? Окей Меня постоянно к нему телепортируют Типа, я хочу его развернуть А этого не происходит Потому что транспортное средство прикасается с транспортным средством Хиллари! Вы просто сложите сейчас в голове Весь уровень моей удачи Меня врезался только один полицейский байк Из-за этого я потерял лидерство Сейчас идет дождь Из-за этого мне сложно поворачивать свое транспортное средство И Хиллари настолько далеко Что я его вообще не могу догнать Ну, то есть, от слова совсем Самое забавное, кстати, что у меня только что сама по себе переключилась погода Вы считаете это нормальным? Я думаю, нет И у меня, кстати, что-то случилось еще с цветами вот этих отметок Они какие-то более блеклые, что ли, тусклые стали Короче, у меня на дорогах не появляется ни одной полицейской тачки Ну, то есть, появлялась пара копов, которая стреляла по мне Именно пара копов Он там за мной едет Вот И сейчас еще копы появятся на повороте на том Около больницы Ну, типа, вот они сейчас вылезут, смотри Вот, да До этого здесь полицейских вообще, считай, не было Господи, там Хиллари уже по пятам едет Охренеть! Он всех объезжает! А, окей, я думал, сейчас здесь тоже будет полиция Так вот, да Но я как-то старался просто не врезаться Думал, все, норм будет, все отлично и так далее Но, тем не менее Ладно, все Со второго раза, но задание драйвер выполнено Планку держу и то хорошо Итак, теперь Перед тем, как приступить к финальному заданию Мне нужно все-таки проверить радиоуправляемые венты С вашего позволения Но, естественно, вы, наверное, этого не увидите Поскольку вы уснете В общем, Total Time 2.22 Кстати, красивое время И по итогу Ну, я ставлю, что я ничего не получу Здесь либо надо все венты Выполнять Да, я ничего не получил Либо нужно еще Красного Барона Проходить на крыше Мола, да И плюсом еще Райдера В аэропорту Либо здесь реально нет никакой награды Но, тем не менее Я не хочу Я просто помню, как Я проходил ГТА Вайсити с одним ХП И, знаете, я очень много Добучился в свое время с миссией С ограблением банка А самое главное, что НПС в этой миссии максимально тупые И если вы хотите облегчить себе задачу То в конце лучше убить Кэма Джонса Поскольку Он вам доставит больше только неприятностей Я даже, кстати, никакого плана не подготовил к этому заданию Ну, ладно Надеюсь, что все пройдет успешно Сейчас я побегу И этого придурка Сука Вот Вот вы думаете, я удивлен? Вот Мне, кстати, нравится, как в этой миссии Томми Обращаться к Кэму по его настоящему имени Ну, серьезно, что это такое? Это непрофессиональное ограбление банка или что? Довольно странная тема все-таки Но, тем не менее Ладно, наконец-то получилось Теперь Основная часть-то, она довольно легкая Но вот потом выходить отсюда Это будет интересно Интересно, у вас когда-нибудь была проблема в том, что Кэм не мог дойти до лифта? То есть я постоянно слежу, чтобы он именно подбегал сюда А также подбегал к сейфу Потому что этот придурок может тупо в стену долбиться И игре будет норм Нормально, он, кстати, постоянно тут усталеть Всегда забавлял эта сцена Ну что, значит, сейф открыт Все нормально Теперь просто пожелайте мне удачи Фил, пожалуйста, только помогай мне Потому что, да, со сватом расправляться это такое себе Ход шуток, конечно, ставить очень легко Но, тем не менее, сват тоже шуток подобных не любит Так, давайте добиваем остатки И, по-моему, на этом заканчивается основная часть Ну что ж, друзья Теперь самое главное Либо я добираюсь до такси сразу Либо сначала раскидываю полицию А хрен его знает Где там Хиллари этот дурацкий? Кстати, интересно А в сборке ВХС он получит пулевое ранение? Или он умрет от сердечного приступа? Что является, по-моему, недоработкой? Ну, окей, ладно Здесь вроде как... Ну, ни хрена Тут опять сердечный приступ был Хотел выпендриться, что они это пофиксили Но на деле что-то не особо А, лё, садитесь, придурки! Нет, стой! Да какого ж хрена? Парни, парни, парни Только не умрите Только не умрите Я просто хотел их оставить И потом... Почему моя жопа Взрывается с такими же звуками Прямо сейчас? Оп! Сюда! Хорошо! Ну всё, теперь самое главное О, боже мой! Мои колёса! Я ненавижу эту миссию! Когда-нибудь я всё-таки доделаю свой видос Который три года обещаю На канал ТОП-100 самых сложных миссий В Айсити Это дерьмо я точно суну В ТОП-10 Спокойно, ребята Спокойно Всё, считайте, что миссия пройдет Вау, окей Ладно Это было ещё не самое худшее На самом деле Я не помню, сколько я попыток На эту миссию потратил Когда с одним ХП проходил Но это было отвратительно Потому что Нужно было именно сесть в таксишку Да, это было самое главное После этого Наплевать, что будет И если меня не изменяет память То после этого Откроется задание на Филла Кэссиди Я предлагаю пройти их ещё В сегодняшней серии Потому что У него можно будет закупать Дополнительное Интересное вооружение На которое, соответственно Надо посмотреть Итак 50 тысяч У нас в кармане Поэтому Всё Изи-пизи Интересно Каким хреном Клуб Малибу стал приносить прибыль После ограбления банка Странная штука На самом деле Ну да ладно Так вот Значит Филл Кэстер Подожди Банк Джоб А, это стандартная штука Это Я понял Костюм этого Костюм с маской Блин Это шикарная Катсцена В этой миссии Можете Вот просто Change my mind Народ 20 лет Смотрю на неё Непрерывно И всё равно Получаю кайф Так вот Gunrunner Ну Миссия довольно простая Хотя Единственная проблема Тут нужно Подбирать Всё вооружение Которое дропается Вот с этих мужиков С мужиков С ящиков Ну вы поняли Да Поэтому Придётся Потерпеть Немного Что это такое Вы когда Видели такой скин Вообще У НПС Это Это очень Странная штука Ну допустим Допустим А подожди Так в этой миссии Все типа челы Ходят В таком скине А Ладно Я не понимаю Я не понимаю Самого прикола Но ждать Я этого И не желаю Всё Мне сейчас Самое главное Перехватить Второе Транспортное Средство Я уже Предвкушаю Какая охрененная Получится Следующая серия Потому что Там будет И НЛО И покупка здания Rockstar За полмиллиона И скорее всего Финал Останной Сюжетной линии А То есть Подожди Это будет Получаться Финальная серия Столько уже Времени Оказывается Прошло Это жесть какая-то А Заши А я думаю А я думаю Чё у меня Томми не встаёт А я думаю Чё он у меня Не встаёт По-моему Я сгорел Всё Я сгорел Можете меня поздравить Всё Конец Господи Это было ужасно Что Подожди Они после этой миссии А Окей Ладно Они после этой миссии Не последуют Слушайте Это какие-то странные Ребята Сейчас были Не Я конечно Ни до что Не добегаю И вы можете Там Ни о чём Не думать Да Но они просто Очень странно Выглядели Эту миссию Прошёл раз С четвёртого Она ещё и Забаговалась Ведь у меня Ох Блин Единственная проблема Этой миссии То что здесь 30 фпс И тут ведь Реальный экран Трясётся Как сумасшедший Врезаться Это вообще нельзя Ну что ж Друзья В общем Вот такая Сегодня получилась Серия По прохождению GTA Vice City VHS Edition Самая крупнейшая Модификация За последние Лет 20 Наверное Надеюсь Что мы Услышимся Ровно через неделю В следующей серии Мне нужно будет Купить здание Rockstar За полмиллиона Проверить Что там за это дают Также Напишите в комментариях Кто уже проходил Эту модификацию Какие бонусы Дают за дополнительные Задания Которые я Возможно пропустил И плюсом Мне ещё нужно будет Вызвать НЛО В следующей серии То есть накопить 7 звёзд А для этого Нужно будет запастись Хорошим таким Безопасом И вооружением Ау 10-4 Пьяный водитель Я не пьяный Это всё Дурацкий самогон Фила Кэсседи Ладно народ Всё нормально Ну в общем Всё с Филом Будет всё в порядке Я его довёз Отлично Просто превосходно Да кровь идёт Но да вон Кость торчит Но ничего страшного По сути не произошло Да Согласны Всё Место Фила Теперь принадлежит Нам Плюс-минус Ну короче Меня либо обманули Либо Я опять что-то не нашёл В общем Дополнительного Какого-то вооружения У Фила Хрена лысого Ты тут найдёшь Да тем не менее Я сделал всё Что бог В общем Нихрена я не дошёл Тем не менее Здесь есть миниган Который мне понадобится В дальнейшем Ну что ж Друзья мои Впереди у нас получается Финальная серия В ней мне нужно будет Купить Саншайн Авто И Показать вам Что будет Если пройти все гонки Там вроде как Дадут уникальное Транспортное средство Также нужно будет Купить офис Рокстар НЛО И наверное Закончить основную Сюжетную линию Вайс Сити Но пока это не точно Поэтому услышимся Ровно через неделю С вами был Спектр Играйте в хорошие игры Играйте с хорошими модами Не забывайте про палец вверх Если вам понравилась данная серия И подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить продолжение Услышимся Всем удачи Плейлист внизу слева На экране Можете чекнуть Предыдущие Или будущие серии И Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok